Новые данные по явке избирателей в Якутии и возможных итогах голосования на выборах президента России в северных районах ждем в ближайшие минуты. Ну, пожалуй, напомним, что 17 марта в Якутии завершилось досрочное голосование. В основном эта мера коснулась жителей отдаленных территорий. Например, в Жиганском районе избирательным правом воспользовались 455 человек, члены родоплеменных общин Оленеводы и сотрудники компании Алмаза-Набара. Другие подробности готова рассказать Мария Аполонова. По данным ТИК, в Жиганском районе находится всего 3234 избирателей. Из них подано в ТИК УИК МФЦ всего 290 заявлений от граждан, находящихся в местах временного пребывания и вне места своего жительства. Сегодня с 8 часов утра открылись пять участковых избирательных участков района. Жители Северного края активно идут голосовать в свои избирательные участки. В течение дня по мере поступления заявок члены избирательного участка выезжают по предприятиям на дому принимать голоса от граждан, которые по уважительным причинам не могут подойти в участок. У нас на участке люди очень активные сегодня на выборах. С 8 утра народ идет и идет. Выездные бригады у нас работают. Люди очень активные. Звонят. Вот заявки на дому принимаем. Сидим тоже. Помимо выборов президента 18 марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства, который занимается социально значимым делом по благо жителей России. Сегодня 18 марта. У нас двойной праздник в стране. Сегодня День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового служения. Я хочу поздравить всех, кто работает в этой сфере. В участок номер 180 села Жиганск впервые в жизни пришли принять участие в выборах молодые люди, у которых совершеннолетие совпало со значимыми в стране выборами. 7 марта мне исполнилось 18 лет и я сегодня пришел проголосовать за своего кандидата в выборах президента Российской Федерации. И этот момент мне запомнится на всю жизнь. Все жители Жиганского района, как и все граждане всей России, с волнением ждут оглашения результатов голосования. Мария Аполонова, Жиганск.